Вот кадры, отснятые камерами видеонаблюдения год назад. Студент Росляков с дробовиком в руках хладнокровно разгуливает по территории Политеха и бездушно убивает одного за другим соседей по парте, а затем лишает жизни самого себя. В кратчайшие сроки на месте трагедии развернулось расследование под микроскопом. В Крым прилетела министр здравоохранения Вероника Скворцова. Главы Крыма и парламента несколько дней не покидали местный Колумбайн. Все руководители учебных заведений получили строгое задание. Во что бы то ни было, не допустить подобного никогда. Организовано охранными предприятиями охрана учреждений. Это в рабочее время, в учебный процесс, в вечернее время работают сторожа. Установлены во всех школах города тревожные кнопки. На пульте выставляется шифр, потом включается сигнализация. Это территория седьмой Симферопольской школы. Здесь безопасность превыше всего. На входе металлодетектор, группа охранников и система сигнализации. Тут же тревожная кнопка, при срабатывании которой на место прибывает Росгвардия. У меня в подвале происходит, где какие-то входная часть, вот мой спортзал, вот выход, где вы только что снимали. А это директор в своем кабинете показывает систему видеонаблюдения. Прямо с рабочего места она может увидеть едва ли не каждый метр школы. К счастью, за всю 80-летнюю историю учебного заведения осаждать нарушителей спокойствия приходилось считанные разы. Там у нас один был ученик, пытался пронести большой такой предмет в школу, ну может быть для бравада, может быть еще для чего-то. Сразу же по камере был замечен, отследили куда он все-таки зашел, ну и тут же приняли его, так сказать, тепленьким. Характерная особенность именно этой школы – п-образное расположение зданий. Только вот раньше здесь же был сквозной проход, однако теперь, попадая сюда, во внутренний двор, в случае беды потенциальному преступнику попросту некуда деваться. И слева, и справа – высокие металлические ворота. Громоздкие ворота установлены стараниями родителей-меценатов. Обязательные меры выделены из бюджета. Помимо этого, в каждом классе есть датчики, реагирующие на любое движение ночью. Вот этот вход, ведущий на спортплощадку, может открыть и закрыть только учитель физкультуры. Детям видно происходящее на улице, зато тех, кто находится в школе, не разглядеть снаружи. Также здесь действует система электронных карт. При выходе с территории родителям на мобильный приходит оповещение о том, что их чада окончила уроки. А тех, кому все же не удалось избежать ужасной прихоти судьбы, сегодня оплакивает вся Россия. В Симферополе среди скорбящих студенты тоже политеха, но столичного. Мы были очень напуганы и сами, потому что это может произойти в любом колледже с каждым человеком. Импровизированный мемориал жертвам керченской трагедии утопает в цветах, книгах, игрушках и других сувенирах. Присоединиться к Дню скорби может любой желающий, придя на центральную площадь Симферополя. Такие же места организованы во всех городах полуострова и Севастополя, а в Керчи 17 октября объявлено Днем Траура. Тарас Березицкий, Артур Добряков. Служба новостей и ТВ.